Путин и его союзники цинично депортировали людей, которых, по сути, держали в заложниках. Путин отправляет украинцев в Сибирь, Чечню и за Полярный круг. Возвращать украинцев явно никто не собирается. Путин считает их своей военной добычей. Неблагонадежных отправляет в тюрьмы на территории ДНР. Тех, кто прошел унизительную процедуру на грани испытков, увозят в Россию. Украинцы не могут получить карточку в Российском банке, не могут устроиться на работу или хотя бы поменять гривны на рубли. Для Путина пленные украинцы не более чем заложники. Привет, это Дмитрий Гудков. Похоже, Путин решил нарушить все международные нормы, которые Россия когда-то признала. Так и вижу, приносит ему в папке распечатки документов, а он идет по списку. Смотрит. Запрещенное вооружение. Ну какая же война без фосфорных бомб? Используем. Нельзя атаковать гражданские объекты? Бомбим больницы и роддома тоже. Депортация? Мне нравится эта идея. Берем в плен гражданских и насильно везем их в Сибирь. Речь идет о депортациях как в военном преступлении, о депортациях, возможно, как и преступлениях против человечности. Вот про депортации сегодня поговорим. За два месяца войны в Украине российская армия депортировала почти миллион мирных жителей. Просто вдумайтесь. Это военное преступление и нарушение 49-й статьи Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Из Женевской конвенции Путин пока не вышел, в отличие от Совета Европы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы этот ролик увидел как можно больше людей. А я расскажу еще об одном военном преступлении Путина и о его заложниках. У войны есть неприятная особенность. Ее давно не ведут в чистом поле. Времена полевых сражений прошли. Сегодня нападающих в первую очередь интересует захват инфраструктуры противника. А это значит, что населенные пункты часто превращаются в зону боевых действий. В былые времена людей из захваченных городов просто угоняли в плен. И чтобы помочь изжить эту практику, страны мира заключили особое соглашение Женевской конвенции. Так вот, последняя редакция этих международных договоров открыто запрещает находящимся в конфликте сторонам перемещать гражданское население. Запрещает, но тем не менее, накануне войны пророссийская оккупационная администрация вот этих самопровозглашенных Луганской и Донецкой так называемых народных республик начала вывозить с территории Украины женщин и детей. С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный быезд населения в Российскую Федерацию. Главы ДНР и ЛНР 18 февраля заявили, что эвакуируют население за якобы готовящиеся атаки со стороны Украины. Только вот оба срочных обращения записали заранее. С территории Донецкой и Луганской областей в Ростовскую область организовано автобусами вывезли почти 100 тысяч человек. А туалет, вода, еда есть хоть что-нибудь? Или вы здесь вот так вот просто в автобусе? Туалет, туалет, мы за угол ходим. Обещанного наступления украинских сил на Донбасс, разумеется, не случилось. Ну, зато 24 февраля Россия сама напала на Украину. То есть Путин и его союзники цинично депортировали людей, которых, по сути, держали в заложниках. А потом свое же преступление использовали как повод для начала войны. Суверенитет Луганской и Донецкой народной республик был призван, признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимое государство. И, собственно, операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. По мере того, как российская армия оккупировала территорию Украины, мирных людей продолжали насильно вывозить в Россию. Среди пленников – жители Херсона, Мариуполя, Изюма и других городов. Российская власть вывезла из России около миллиона граждан, и из них 200 тысяч детей. Многие остались без родителей, их отдают на усыновление без ведомой семьи. Депортацию, как и в случае с ДНР, называют эвакуацией. Это попытка легализовать происходящее. Женевской конвенции разрешает эвакуировать людей ради их безопасности. Но их необходимо вернуть обратно, когда бои будут закончены. Только вот возвращать украинцев явно никто не собирается. Иначе бы их не вывозили, например, на Дальний Восток. Путин считает их своей военной добычей. Дальше их поездами развозят по разным местам, включая депрессивные регионы Российской Федерации, в том числе на Сахалин. Мирные люди, ну понятно, сами хотят уехать из зоны боевых действий. Для этого украинское правительство организовало спецрейсы автобусов и поездов, чтобы помочь гражданам добраться до безопасных регионов страны, ну или до границ с Европой. В списке стран, которые открыли свои границы для беженцев, Польша занимает первую строку. Она уже приняла в разы больше, чем любая другая страна ЕС. Однако, когда местность попадает под частичный или полный контроль российской армии, бежать становится труднее. И остаются так называемые гуманитарные зеленые коридоры. Место и время для безопасного выхода. Пешком или на машинах. И российские военные отказываются согласовывать такие проходы. А часто обстреливают мирных людей, которые самостоятельно пытаются уехать. План гуманитарного коридора для Мариуполя и Волновахи сорвался. По утверждению украинской стороны, Россия обстреливала в этот день даже сам Мариуполь. В результате, как сообщается, погиб 18-месячный ребенок. Еще в самом начале войны таким образом убили несколько семей, что показательно, чтобы запугать остальных. Вместо этого оккупанты предлагают украинцам эвакуироваться в Россию. Ставят перед невозможным выбором. То есть либо остаешься в подвале под бомбами без воды, без еды, в постоянной опасности, что тебя убьют, ограбят, изнасилуют. Или соглашаешься на депортацию в нападающую на тебя страну. Все время бомбят и воздушную тревогу включают. И нам нужно спускаться в подвал. Жители ДНР могли взять с собой вещей только на сутки. Уезжающие из зоны боев украинцы в лучшем случае забирают документы. То есть бегут, по сути, с пустыми руками. А затем попадают на фильтрацию. Фильтрационный лагерь – это место, где содержат украинцев, которых проверяют на благонадежность. Страх, беспомощность и унижение. Так этот же процесс описывают жители Мариуполя, которым удалось спастись из окруженного российскими войсками города. У мирных людей, как у преступников, снимают отпечатки пальцев, раздевают их до гола и проводят подробный досмотр. На самом деле ищут татуировки с украинским гербом или шрам от оружия. Так пытаются вычислить бывших военных. Всех, кто не понравились, бьют. Их раздевают, осматривают на наличие патриотических татуировок, синяков от прикладов, либо следов от ношения бронежилета. А еще тщательно допрашивают с применением насилия. Часто для этого привлекают сотрудников ФСБ. Под конец процедуры у украинцев досматривают телефон и допрашивают, выясняют, как они относятся к России. Этот вопрос звучит как издевка. Как вообще можно относиться к стране, которая на тебя напала? Ну, российские власти прямо по-кадыровски ждут от украинцев покаяния за любовь к родине. Хотят, чтобы те присягали на верность Путину. Неблагонадежных отправляют в тюрьмы на территории ДНР. Тех, кто прошел унизительную процедуру на грани испытка, увозят в Россию. Задумайтесь на секунду. Мы ведь не про Вторую мировую говорим. Не про концлагеря нацистов и даже не про ГУЛАГ. Это все происходит в нашей стране прямо сейчас. Вот в эту самую минуту, когда вы смотрите это видео, российские солдаты пытают пленных. Наши с вами сограждане, возможно, ваши соседи или знакомые. И прямо сейчас они сбивают раздетых до ГУЛА людей, похищенных из другой страны. Просто за то, что те не захотели отдавать нападавшим свою родную землю. Между собой российские военные говорят про убийство. То, что тех людей, которые не приходят в фильтрацию, что, в общем-то, с ними не царемонятся. Куда потом лежит путь депортированных людей? Британские журналисты выяснили, что в России действует минимум 66 пунктов временного содержания. Много таких лагерей на юге, еще есть на крайнем севере, в Сибири, Камчатке, на Дальнем Востоке, ну и так далее. Почти все в тех регионах, откуда сложно и дорого выбраться самостоятельно. Ну, попробуйте, например, вернуться в Херсон с Камчаткой, когда у вас нет, ну, не то что денег, даже мобильного телефона. В каждом таком центре в среднем содержат 150-160 человек. По подсчетам украинских властей, чтобы принять всех депортированных в Россию граждан Украины, требуется 6,5 тысяч точек. К счастью или нет, это не централизованные программы, и, похоже, лагеря просто скинули местным администрациям или, там, добровольцам из «Единой России». Так что они поддерживают их на свое усмотрение. Состояние никак не регламентируется. Ну, где-то условия, может быть, могут быть с носными, с едой, кроватями, а где-то депортированные вовсе спят на полу. Где-то людям дают свободно перемещаться, а где-то применяют насилие. И сами лагеря, кстати, даже не самая серьезная проблема. Украинцы не могут получить карточку в Российском банке, не могут устроиться на работу, получить медицинскую помощь или хотя бы поменять гривны на рубли. Да, мы пытаемся по мере силы и возможностей помочь людям, потому что понятно, что они выехали из зоны боевых действий, ну, как говорится, с тем, что в руках поместилось. Соответственно, у них зачастую проблемы и с документами, у них проблемы с насильными вещами. В общем, большой круг самых-самых разных проблем. У многих с собой нет вообще никаких документов, кроме украинского паспорта. А как работает российская бюрократия, большинство не знает и узнать им негде. Людей просто привозят, как, я не знаю, мешки с картошкой и бросают, где попало. А как они дальше будут выкручиваться, вообще никого не интересует. На местах уже организовалось движение волонтеров. Они пытаются решать проблемы депортированных, привозят им еду, одежду, средства гигиены, даже детское питание. Объединяются через группы в Телеграме, с помощью краундфандинга собирают деньги и превращают пожертвований в помощь. Но на весь миллион депортированных волонтерских рук и денег явно не хватает. А Путину на судьбу этих людей, ну, откровенно наплевать. Да вы шо, издеваются над нами, как хотят. Отдельная проблема – это отсутствие связи и понимание своего правового статуса. Телефонов обычно нет. Если есть, то в них не работают симки. Российских документов тоже нет. Ни СНИЛС, ни прописки, ни документов об образовании или работе. И где их взять – непонятно. 16-го числа пришли к нам военные ДНР. Сказали, что у нас 5 минут на сборы. Ну, нам собираться особо было нечем. Мы в чем пришли туда, в то мы поехали. Вот как-то вот так. Какие у них права, люди тоже не понимают. Хотя в путинском государстве говорить о правах уже даже как-то неловко. Российские чиновники пользуются уязвимым положением депортированных и стараются их запугать, чтобы те никуда не уезжали. По нашей информации, люди просто обманывают и говорят, что вы не можете легально находиться на территории Российской Федерации, если вы не обратитесь за статусом. Статус – это убежище или беженство. Но здесь вступает в силу один из плюсов – хаоса чиновничьего разгильдяйства. За людьми толком никто не смотрит. И бежать из России действительно можно. Для этого нужны документы. Если при себе оказался загранпаспорт, то проще всего взять билет на самолет и улететь. Нужно только собрать деньги. Если удалось спасти только внутренний украинский паспорт, то путь будет, конечно, долгим. Один возможный маршрут – это поездами и автобусами добраться до Москвы и Питера, а дальше там в Ивангород и перейти границы с Эстонией. На эстонской стороне дежурят украинские консулы, которые помогают людям уехать дальше, в Европу. Вторая дорога лежит до Владикавказа и оттуда в Грузию или в Казахстан. Уже на месте можно связаться с украинскими посольствами или там волонтерами, которые окажут помощь. Путь долгий и трудный. Многие депортированные после двух месяцев войны находятся в очень тяжелом состоянии и нуждаются в медицинской помощи. Но люди все равно едут. Едут назад в Украину или в Европу или в другие страны с надеждой однажды оказаться на родине. Потому что их, в отличие от уехавших россиян, на родине действительно ждут. Вам не страшно возвращаться домой? Честно? Ну, как сказать страшно? Да, наверное, уже нет. У нас там чуть-чуть потише стало. Ну, у нас такие люди, ну, нас ждут там. Депортация украинских граждан – это, конечно, вопиющее нарушение прав человека и международных договоренностей. В 20 веке советская власть уже депортировала украинцев в Сибирь. Некоторые сами были вынуждены бежать туда же от Голдомора. В течение 1944-46 годов из Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Станиславской, Драгубочской и Черновицкой областей в отдаленные районы Советского Союза депортировали около 40 тысяч человек. Теперь же потомки людей, которые вернулись из сибирской ссылки домой, снова едут в сибирские лагеря. Этому просто нет никакого оправдания. Для Путина плены украинцы не более чем заложники. Простой и циничный расчет — это брать в плен мирных жителей, женщин, детей, чтобы деморализовать украинских защитников и запугать общество. Не боитесь бомб и обстрелов, ну тогда в дело пойдет старый добрый терроризм. Единственный способ восстановить справедливость — это помочь как можно большему числу украинских граждан вернуться на территории союзных с Украиной государств или в безопасные регионы страны. Волонтеры помогают депортированным выжить. Даже в такой темный час нашлись россияне, готовые проявить свои лучшие качества, несмотря на бесконечные путинские репрессии. Но украинцам пока опасно находиться в России, поэтому наилучший способ им помочь — это дать возможность добраться до Европы, где уже работают программы помощи украинским беженцам. Ну и где им будет помогать украинское правительство. Беженец может устраиваться на работу в Польше. И если он или она начинает работать, на них распространяются пособия и льготы, доступные обычным полякам. Путин, конечно, не будет следовать никаким Женевским конвенциям. Но мы с вами, граждане России, можем помочь его жертвам. Если вы один из помогающих депортированным украинцам волонтеров, помните, лучшей помощью для них будет телефон, рабочая симка, билеты на поезд, чтобы уехать в безопасную страну. Ну а если вы не волонтер, но все равно хотите помочь, поддержите наш антивоенный комитет. Например, множество украинцев не хотят покидать свои города, чтобы не оказаться в такой же ужасной ситуации. Поэтому мы поставляем им продукты первой необходимости, чистую воду, еду, лекарства. Этим занимается наш проект «Рассвет». Мы также помогаем и российским иммигрантам, которые не поддерживают развязанную Путиным войну, выступают против войны. Этим занимается проект «Ковчег». Эта война ничем не спровоцированная и преступная агрессия против наших соседей. Против людей, которые тоже знают русский язык. Против наших друзей, близких, родственников. Сейчас Путин проводит скрытую мобилизацию, чтобы продолжить бойню. Он сказал, что нас набирают добровольцев, которые будут работать на втором-третьем маршалоне. То есть это в тылу. Мы будем заниматься разборкой развалов, нести улицы, грузить раненых. Поэтому я вас очень прошу, ни при каких обстоятельствах не уходите на войну. Не верьте обещаниям, что вы будете просто перекладывать бумажки или заниматься хозяйственной частью. Каждый, кто сейчас попадет в армию, рискует оказаться на линии фронта, где придется убивать или быть убитым. Поэтому отговаривайте ваших знакомых от службы. Ни ипотека, ни долги, ни больные родители не оправдают безнаказанное убийство. И наша ответственность уже неподъемная. Отвечать будет не только Путин, а все мы. Это был Дмитрий Гудков. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Субтитры подогнал «Симон»